Друзья, добрый вечер. Я приветствую всех, кто с нами в чате, кто будет потом смотреть записи. Сегодня у нас замечательный человек, которого вы прекрасно знаете, Андрей Ваджров. Сейчас я выведу на экран Андрея и начнем беседовать. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте, Вера. Друзья, с нами Андрей Ваджров, писатель, публицист, главный редактор информационно-аналитического портала «Альтернатива». Да, Андрей, спасибо вам огромное. При вашей загруженности все равно нашли время побеседовать. Прошу прощения за опоздание. Да, ничего страшного. Так получилось. Да, мы ждали вас до упора. Андрей, у вас замечательное видео вышло. Кстати, друзья, подписывайтесь на канал Андрея «Альтернатива», YouTube-канал я не видел. На Фейсбуке вы забанены, по-моему, да? Да, у меня как только началась белорусская тема, у меня после двух постов, у которых там это, ну, большие перепосты были, сразу забанены. Мгновенно. Да, я прочла это. Ну, меня это постоянно тоже без Белоруссии. Ну, в общем, я бы хотела сказать, что у вас замечательное было видео по поводу цветных революций, да, как организовывают революции, оно называлось. А перед этим у вас было еще одно видео, это не народная революция, это попытка захвата страны, оно называлось, и тоже посвященное Белоруссии. Интересно, что Лукашенко дал большое интервью нашим СМИ и сказал, что в отличие от Украины и Армении, в Белоруссии нет причин для цветной революции. Вот, как вы считаете, есть или нет? Ну, в общем-то, я... В этом уже говорил, в упомянуто вам видео. Цветные революции не нуждаются в объективных причинах. Тот, кто думает, что для этого необходимо что-то такое, вот там какие-то дикие страдания народные, разруха, голод и так далее, то он ошибается. То есть можно привести массу примеров, когда перевороты происходили, цветные революции происходили как раз именно в достаточно благополучных странах. Как пример я приводил Ливию. Ливию по уровню развития которого, ну, допустим, даже многие восточноевропейские страны сравниться не смогут. Поэтому Лукашенко просто, ну, он не совсем понимает природу цветных революций, он не совсем понимает даже то, что у него сейчас в стране происходит на самом деле. Вот отсюда и такие вот немного странные суждения. А знаете, что еще интересно? Ну, как бы эта тема, на самом деле, про цветные революции, я так предполагаю, что она в информационном поле появилась вот совсем не случайно, и не только вы о ней говорите. Кстати, статье упрочла, и там известный активист и организатор цветных революций, исполнительный директор центра «Канвас» Рджапопович сделал публикацию «Протестные принципы», и там он выделяет четыре фактора успешного массового протеста. Смотрите, первый принцип – ясная концепция будущего. Вот в Белоруссии, по-моему, нет ее. Правильно же? А что, есть концепция, ясная концепция будущего у Украины или у Грузии, по крайней мере? Слушайте, ну они, да, они же хоть объявляли там НАТО, Европу. Слушайте, ну они у тех людей, которые когда-то вышли на Майдан в Киеве. Ведь если вы вспомните, то образа как раз будущего, его и сейчас нет, в общем, проблема-то, их проблема, революционеров этих недоделанных. У них до сих пор этого образа нет, будущего. Они не знают, если отбросить всю вот эту пропагандистскую шелуху про то, что они идут в Европу, про то, что они идут в НАТО, про то, что они европейская держава и так далее, и так далее, и так далее, что там весь мир с нами, за границей нам поможет. Если всю вот эту шелуху отбросить, вот, в общем-то, в итоге получается пустота. Поэтому апеллировать к какому-то видению этот человек, он немножко, скажем так, хитрит. Потому что им надо показать тот бизнес, да, благодаря которому они зарабатывают деньги на жизнь, надо показать с благородной стороны, что вот видите, ведь мы же во благо людей все делаем, мы же как бы на это наша вся система, не на то, чтобы бабло заработать, не на то, чтобы страну какую-то разграбить. Нет, мы же благородные разбойники, Робин Гуды, нашего времени, отсюда вот все эти разговоры, но я вас перебил просто. Нет, вы не перебили, а как раз таки... Я перебила просто первый его посыл, давайте что-то мы ему еще есть. Нет, но мне это как раз таки интересно было, чтобы вы вот по пунктам комментировали. Понимаете, в чем проблема? За любой современной революцией, ну в кавычках, да, там некоторые цепляются, на самом деле это отдельный разговор о том, что такое революция. Чем революция отличается от переворота и так далее. Но я могу сказать, что то, что произошло на Украине и в четвертом, и в четырнадцатом, да, это были не перевороты, это были как раз революции, которые радикальным образом изменили все на Украине. Да, вот если мы берем, что переворот это просто захват власти, а революция это коренное изменение страны, общества и так далее, экономики, то на Украине, как и в других странах, поддерживаешься цветным революциям, да, Вот произошли именно не перевороты, а именно революции. Но революции не в том привычном понимании, что революция это как бы переход от каких-то низших форм развития к высшим. Это глупости. Революция может вообще взагнать в каменный век любое общество и любую страну. Все зависит от того, куда будет повернуть вектор, с какими целями будет осуществляться эта революция и так далее. Но если, как бы там ни было, хотя бы номинально на Украине обозначали, мы идем там в Европу, нам не нужен таможенный союз, нам НАТО нужно, применительно к Беларуси. У них-то вообще ничего нет. Они же вообще только ходить вот с улицы там такой-то, идите на улицу такую-то. Это же тоже нельзя назвать. Понимаете, в чем проблема, Вера? На самом деле у них тоже, вот то, что вы перечислили, аналогичные цели и у белорусской революции, вот этой вот, которую мы сейчас наблюдаем. Просто в чем проблема? И проблема в том, что белорусское общество, оно еще не настолько, его еще не настолько, ему не настолько еще промыли мозги. Оно стерильное вообще. Ну вот, просто вот, если сейчас на улицу выйдут люди и начнут кричать о том, что Россия плохая, что Россия агрессорство, Россия угнетатель, да, что нам надо всем надо срочно в Европу и НАТО, то подавляющая часть белорусского населения это не воспримет. Они, люди просто простые, белорусы будут просто крутить пальцем у виска. Вы же помните вот эту ситуацию, когда у них на сайте вывалилась эта их программа, которую они потом затерли резко. Да, какой-то технический сбой или еще что-то там произошло, я не знаю. Вот, по сути, там-то ведь все прописано. Они боятся это озвучивать. Это будет озвучено только в том случае, если им удастся захватить власть. Отсюда и странная такая вот революция, которая не за что, а только против Лукашенко. То есть позитивных целей нету. Есть только желание свергнуть правильно, потому что все остальное произойдет только после того, как они захватят власть. Они не могут сейчас откровенно говорить. Мы можем только договорить. Вот они вышли с этими белокрасно-белыми флагами. Да, вот резко, внезапно. Такое ощущение, что там целый швейный комбинат в Беларуси только и делает, что шьют эти флаги. Я сомневаюсь в этом. Откуда они появились? Почему в таком количестве? Почему именно эти флаги? Ну, по содержанию, по тому, откуда эти флаги произошли, откуда он появился, этот флаг, мы можем понять внутреннюю суть и направленность тех событий, которые сейчас происходят в Беларуси. Мы можем только догадываться. Я повторю еще раз. Они начнут открыто проговаривать свои цели и задачи, только в том случае, если смогут захватить власть. Ну вот, таким образом у нас получилось, что вот этого первого принципа по Поповичу, ясная концепция будущего, нет. И в Беларуси, и в том числе. Второй его принцип – единство оппозиции. Этого тоже нет. Единство оппозиции, опять-таки, это болезненная тема всех цветных революций. На Украине единства оппозиции тоже никогда не было. Единственное, что смогли добиться американцы, это просто переключить наручное управление всеми процессами. Когда вот эту непрерывно грызущуюся, непрерывно находящуюся в каких-то склоках украинскую оппозицию, просто нагнули, жестко нагнули и приказали выполнять просто тупо, выполнять приказы, которые поступают из американского посольства. Вот таким образом вот эта вот внутренняя свара непрерывная, перманентная, которая протекает в украинском национально-демократическом лагере, вот она была задавлена на момент захвата власти, а потом все продолжилось. В Беларуси та же ситуация, но там просто, понимаете, там вообще странные персонажи. Я, честно говоря, это вообще какая-то толпа фриков странных. Вы посмотрите на Тихановского, это же типа их вождь, да? У меня, честно скажу, я не знаю, как белорусы, а меня, честно говоря, я вздрагиваю, когда я вижу ее стеклянные глаза, когда она зачитывает по бумажке тексты. Мне, допустим, страшно. Я понимаю, что этот человек в умственном плане, ну, мягко говоря, не совсем развит. А теперь представьте, это человек во главе страны. Это же даже страшнее, чем этот президент, который сейчас на Украине. У того, кто там хоть что-то там еще есть в голове. А это просто как зомби, знаете? Вот она стоит, стеклянный взгляд, вот, и упершийся в какую-то точку на бумажке, и она просто тупо читает чей-то чужой текст. Когда в живом диалоге, да, она выходит поговорить с журналистами, она же никакая, она же трех слов связать не может. Она же, такое ощущение, что она приступила к исполнению вождя оппозиции, не приходя в сознание. Поэтому тут тоже, опять-таки, это все таки, это все такое надуманное, это все вот эти вот пункты, я там не знаю, что там дальше будет. Все такое надуманное, все такое вот никакое. Но, знаете, если с другой стороны просто посмотреть, я сейчас прочту, еще два пункта у нас осталось. Может быть, это для организаторов этих революций, это какие-то пункты, программа, которой они следуют. Может быть, так тогда это рассмотреть? Не всегда она в стране выполняется, но они по ней следуют. Вера, мне что-то это заклинило интернет. Еще раз повторите вопрос. Ага, ладно, ну ладно, третий принцип. Попович, завоевание силовых структур, способных поддержать оппозицию. А, ну, да, да, согласен, без завоевания силовых структур, либо подавления их, да, паралича, естественно, власть захватить невозможно. Но это и так очевидно. Тут, конечно, в Беларуси с этим большие проблемы. Но на самом-то деле на Украине тоже с этим были проблемы. Они ведь не смогли. Методы, которые сейчас применяются в Беларуси по отношению к правоохранителям, они идентичны. Это точная копия тех методов, которые применялись на Украине когда-то. Но и на Украине, и здесь в Беларуси подавить правоохранителей они не смогли. На Украине просто президент все сдал. При желании этот майдан киевский можно было закрыть в течение двух суток. Пересажать, поразгонять и так далее. Не было политической воли. Вот и все. Вспомните, сколько, как долго стоял киевский Беркут на улицах. Причем он стоял, ему было запрещено в принципе активные какие-то действия вести. Он просто стоял как живой щит. Представьте, вот в таких условиях. И все равно они не смогли ничего с ним сделать. Они не смогли его подавить. Расправы начались потом, когда они захватили власть. Тогда начались расправы над правоохранителями. А до этого момента ничего не сработало. На Беларуси подавно ничего не сработало. А вы знаете, я здесь, когда просто думала по поводу происходящего в Беларуси, про виртуализацию этого процесса всего и этого протеста, мне почему-то аналогия пришла с тем же... Ну, во-первых, по-моему, начал это сам Зеленский, да, первый? Ну, не протест, а вообще виртуализацию процесса самого. Когда он же, помните, в самом начале там видосики снимал и так далее. А потом подхватил... Виртуализацию какого процесса? Нет, но я имею в виду вообще как управление массами. А теперь подхватил Шарии, вам не кажется? На Украине. Прошу прощения, я Шария не смотрю. Я его тоже не смотрю, но вы же знаете, что он вещает. Я откуда? Если там что-то новое имение, то вы мне сообщите. Потому что я где-то за пару недель до президентских выборов на Украине, когда понял, на кого пацан работает, стал он неинтересен. Я его в принципе не смотрю. Я его тоже не смотрю. Но вы же знаете... Я говорю о том, что он же тоже своей партией управляет тоже из Прибалтики в Шарии. Я в общем-то об этом писал. У меня было даже несколько отдельных текстов. О том, что на Украине сейчас построено общество спектакля. То есть это не мой термин. Это философская терминология одного из европейских философов, левого толка. И в принципе на Украине в общем-то последние лет 10, наверное, оно все протекает в рамках театра. Оно все виртуализировано. Оно все ненастоящее. И власть ненастоящая, и процессы, которые там... Все заточено под шоу. Все заточено под развлекалово. Под какое-то действие, которое наблюдает толпа, масса. И революция, вот эти вот две революции украинские. Это тоже был в принципе спектакль. Спектакль, на который в общем-то повелись и массы, и власть повелась, и все остальное. И в Беларуси это методология. Это методология захвата власти. Это методология, скажем так, нового типа войн, которые начали сейчас вестись против стран отдельных. Это просто одно сплошное шоу. И если человек теряет способность отличить спектакль, иллюзию от реальности, тогда все это происходит, тогда все это удается. На Украине власть держится на спектакле. На Украине два раза власть захватывалась благодаря спектаклю. Сейчас, благодаря спектаклю, пытаются захватить власти в Беларуси. Все превращено в шоу. Ну вот смотрите, тоже интересный момент, да, вот то, что вы говорите про шоу. Четвертый принцип. Просто Зеленский, вы понимаете, Зеленский, он ничего не сделал, он ничего не открыл. Зеленский просто это как бы яркий элемент этого шоу. Логично, если вся система представляет собой театр, логично, когда в центр этой системы, да, в качестве президента центрального, да, центрального лица, оказывается шоумен, актер лицидей. Это нормально, это просто как бы система сама все вот это вот в себя втягивает. Поэтому то, что Зеленский при власти, это вполне нормально, естественно. Ну и вот это все, то, что вы сейчас сказали, укладывается на самом деле в четвертый принцип вот этого Поповича, который говорит, что у него привлекательность процесса, процесса четвертый принцип. Участники которого всегда заявляют о себе как о борцах с несправедливостью. Ну, безусловно, вы же посмотрите, как они вводят сейчас в Беларуси. Опять-таки, я же повторюсь, один к одному, вот все, что сейчас происходит, знаете, мне периодически пишут в личку, да, ВКонтакте, белорусы, делятся своими впечатлениями. Вот один недавно начал писать, писать в том плане, что вот как вы можете, допустим, там, защищать Лукашенко, если начинает мне перечислять все зверствия кровавого режима и тирана. Я это все читаю, вот, а у меня перед глазами встает все то, что я видел и слышал на Украине два раза. Друзья мои, не надо мне, дорогие мои белорусы, не надо мне рассказывать о зверствах тирана и режима кровавого. Я это все слышал, причем, ну, я же говорю, чуть ли не дословно, на Украине два раза, когда захватывали там власть. Поэтому, когда вы мне начинаете рассказывать весь тот ужас, который у вас происходит, вот мне его рассказывать не надо. Я, в принципе, сам могу вам его рассказать. Я еще могу вам рассказать, что там у вас еще может быть. Существует того, что, опять-таки, я для вас как гость из будущего. Я уже об этом писал в одном из своих постов, я вам повторю. Я для вас, и не только я, я для вас как гость из будущего. Я, в принципе, знаю, что у вас может произойти, если вы будете делать то или иное, те или иные действия. Поэтому мне не надо рассказывать об ужасах. А революция, особенно вот эта вот, которая сейчас у вас там происходит, она всегда будет апеллировать к кровавым ужасам тирании и к своему благородству. Хотя, с другой стороны, если присмотреться, вот эта вот, извините меня, дебиловатая толпа, тупо машущая красно-белыми тряпками коллаборанскими. И чего она, вот вы подойдите и спросите, чего она хочет, чтобы ушел Лукашенко? Хорошо, допустим, Лукашенко уходит, что дальше? Кто-нибудь из них, вот этих дурноватых девочек и мальчиков, там чуть ли не это, не школьники ходят с этими флагами. Они что, понимают в принципе, что это они делают? К чему? Для чего? Что, опять-таки, да, вот этот образ будущего, у кого он есть? Есть какого-то недавно показывали по российскому телевидению дурачка, белорусского философа, великого, наверное, не знаю, первый раз о нем услышал. Так он прямо говорит, сначала надо все развалить, свергнуть, а потом мы будем сядь, мы будем решать, что делать дальше. Дедуля, дорогой ты мой, когда вы все развалите и свергните, за вас будут думать другие. Для этого они, в принципе, и свергают. Лукашенко может быть каким угодно. Его можно, я его, честно скажу, вы прекрасно знаете, как я к нему отношусь. По крайней мере, те, которые смотрят мои видеоматериалы на YouTube-канале, они прекрасно знают. У меня в мае еще до всего вот этого вот был видеоматериал о Лукашенко, о его политике и о том, к чему она приведет. Это было в мае, это было до президентских выборов. Тот, кто этот материал смотрел, он сейчас ему четко сказал, что все, что я там предсказывал, прогнозировал, оно потом и произошло. И сейчас происходит. Поэтому я не могу сказать, что я сторонник Лукашенко. Но, дорогие мои белорусы, Лукашенко может быть каким угодно. Плохим, хорошим, красивым, уродливым, каким угодно. Глупым, умным. Но если вдруг произойдет так, что его кто-то свергнет, то вместе со свержением Лукашенко рухнет и Белоруссия. Рухнет в кровь, в хаос, в полный развал. Вот о чем я вам говорю. Вы можете как угодно относиться к своему нынешнему президенту. Но если вы его, да, или не вы, а его оппоненты смогут его убрать каким-то образом, на Белоруссии можно ставить крест. Это будет пострашнее даже ситуации, чем на Украине. Потому что Украина по своим ресурсам гораздо богаче Белоруссии. А у Белоруссии нет ничего. Все вот эти рассказы о великой белорусской экономике, они не стоят и выеденного яйца. Потому что без России, без России, а в случае свержения Лукашенко, первое, что произойдет, это полный отрыв Белоруссии от России. Вот в случае отрыва Белоруссии от России, экономика Белоруссии перестанет существовать в течение полугода. Вот вы ходите себе на заводы, на фабрики, работаете там. Я не знаю, насколько там большие, насколько я знаю, не очень большие вы получаете зарплаты и так далее. Но поверьте мне, это гораздо лучше, чем когда заводы и фабрики попилим на металлолом, как это произошло на Украине, либо в Прибалтике. Да, белорусы живут небогато. Да, белорусы живут благодаря тому, что, скажем так, взаимодействуют с Россией, благодаря российским дотациям. Но стоит только вот эту связь разорвать, это самое важное. Не Лукашенко имеет значение, у Лукашенко в принципе не имеет значения. Он рано или поздно уйдет, это вопрос времени. Я думаю, что ближайшего времени. Имеет значение в этой ситуации только на то, насколько Белоруссия тесно связана с Россией. Для белорусов на первом месте стоит не Лукашенко, а Россия, Москва. Потому что без России и без Москвы Белоруссия будет кирдык. Вот и все. Естественно, любая революция, даже цветная, хоть не цветная, она всегда апеллирует к справедливости. Она пытается себя подать как нечто справедливое, как нечто заточенное на справедливость. Но любая революция, любая, я подчеркну еще раз, любая, нет хороших или плохих революций. Любая революция несет разрушение, любая революция несет несправедливость, подлость, мерзость и самоуничтожение. Андрей, здесь вам... И дай бог, Вера, я просто перебью. И дай бог, если вот из этого хаоса, мерзости, несправедливости и уродства, потом что-то возникнет другое. Дай бог, но это не всегда получается. В чате вам пишут, если человек из Белоруссии, если свалится Белоруссия, свалится и Украина, понимаете? Так Украина уже свалилась, в чем проблема? Исчезновение Белоруссии Украине уже мало чем навредит. Ну потеряют они, допустим, там нефтепродукты, которые идут через Белоруссию российские. Ну и что? У них там уже, вы понимаете, тут уже как бы... Они уже в таком, извините, темной попе сидят, что принципиально, даже если перережется со стороны Белоруссии все эти потоки, торговые, ничего уже не изменится. Они награли страну все уже. Уже все. Мне просто любопытно, ну и как-то немножко даже смешно наблюдать, что же у них сейчас происходит. Там какие-то у них идут дискуссии по поводу элиты украинской, по поводу каких-то их там... Они же до сих пор, я же говорю, вот сейчас вроде как пыль улеглась, да? Вот Зеленский там, великий либерал и так далее, но они до сих пор не понимают, куда им идти. Они до сих пор не видят своего Будды. Они по этому поводу проводят конференции. То есть они два раза до основания снесли страну, и они до сих пор не понимают, ради чего они это сделали. Приходят разные фрики с умным видом, закинув ногу на ногу, и рассуждают о том, что вот у них элита не та. Вот у них, понимаете, это вот... Колониальное прошлое не позволило элите сформироваться. А теперь они бедные сидят и не знают, какое у них будущее. Потому что провели замеры, оказывается, там для большинства, для подавляющего большинства, Украина – это земля предков. А так не может быть. Страна, в которой живут люди, она должна ассоциироваться с будущим, а не с прошлым. Вот в чем проблема. А там страна предков. Поэтому оттуда и ломятся во все стороны народ. Потому что нет будущего. Совершенно верно. Андрей, но если верну гость из будущего, теперь я буду вас так... Не, ну это точно очень подмечено, хорошо. Не, ну вы понимаете, это естественная реакция любого украинского гражданина, который наблюдал два раза вот этот гибелизм под названием Майдан. Зубченко, он же тоже, я пару раз видел, у него проскакивало, что вы знаете, наблюдая за тем, что происходит в Беларуси, он говорит, вы знаете, я знаю будущее, представляете? Вот реально, ну это реально, действительно, мы знаем ему за русское будущее. Если белорусы будут действовать так или по-другому. Смотрите, вот, да, мы сейчас касались вот народа Беларуси, который там ходит с этими стряпками Белой, БЧБ. А если со стороны Лукашенко, вот сегодня, ой, вчера, да, вернее, там же эта Колесникова, которая стала формальным лидером в Беларуси, она порвала свой паспорт, чтобы не пересечь границу, осталась там, она задержана. Вот таким образом, а сегодня еще там остальных, вот этот, как его совет, так, конституционный, или коалиционный совет, забыла. Антиконституционный. Лукашенко их выкашивает по одному. Как вы считаете, вот это правильно, не приведет ли это к дальнейшей эскалации напряжения в Беларуси? Или ему нужно все-таки выйти говорить с народом? Как вы думаете? С народом, я думаю. Мы можем лицезреть только вершину айсберга. На самом деле, насколько я понимаю, выкашивание так называемых лидеров оппозиции и революции, это только как бы то, что видимое, о чем это вот блаблакают СМИ. А самый важный процесс, он по большому счету не особо виден, он идет внизу. Потому что там выкашивают в основном-то как раз организационную структуру. Это правильно? Когда, ну, чтобы вы понимали, да, если коротко, вот, допустим, они выводят на улицу эту массовку. Смысла, то есть там же нет идеи взять там при помощи массовки захватить что-то. Но это бессмысленно, это невозможно. То есть ее выводят, чтобы поводить по улицам, да, чтобы довести до определенной кондиции психологической, чтобы при желании куда-то ее завести на силовиков, чтобы получился конфликт с мордобоем, с кровью. Ну, чтобы потом верещать можно было в телеграм-каналах. Вот для чего они их вводят. Что делает, допустим, достаточно грамотно, на мой взгляд, делают белорусские правоохранители. Они отслеживают вот эти массовки. Они выявляют координатора. У каждого вот такой группы, я помню по себе, вот когда начинался Евромайдан, я помню этот день. Это был теплый, солнечный день. Перезвонили вот эти организаторы по вузам, по-киевским. И попросили, убедили, чтобы, значит, отпустили студентов. И студенты вот такие все счастливые. Ля-ля-ля, с шариками. Вот они и ходят. На пару не надо идти. Мы идем все протестовать. Весело, здорово, солнышко, настроение замечательное. А впереди этих радостных киевских детей идут маленькие галичане, лет по 20, с телефончиками. И вот, куда мы идемо, да, мы туда добрые, добрые. Так, все пошли туда, все пошли туда, все демо туда. Понимаете? Вот эти все вещи, они невозможны без организационной структуры. То есть на каждую там толпу, ну, извините меня, лохов, пускай там человек 50, всегда один-два организатора, координатора, которые этой толпой управляют. Конечно, конечно. По приказу уже более центрального, так сказать, органа революции. И, в принципе, силовики белорусские, они отслеживают организаторов и вынимают их из этой толпы. Подъезжают, сначала их идентифицируют, потом подъезжают в бусик, в бусик закидывают и вывозят. А без организаторов, без координаторов, это просто с шариками, понимаете? А вот то, что Колесникова-то... Они могут ходить с таким успехом по улицам хоть год. Ну, пускай ходят, наше дело. Колесникова же лидер у них все-таки. В отношении никакого. Выщелкивание организаторов из этого вот комитета государственного переворота, который там, да, оформился. Ну, по большому счету, ну, наверное, лучше их действительно поубирать. Ну, вы же понимаете, тут же как бы так, два варианта. Либо ты их изолируешь и поднимается вот такой хайп в СМИ. Либо ты их просто убираешь из страны, вывозишь из страны. Вот и все. Тут как бы других вариантов нет. Вот эта вот девушка, которая чуть ли не сожрала свой паспорт и на ходу это выскочило в окно, она немножко, скажем так, ну, с головой не дружит. Она, конечно, умнее вот того зомби со стеклянными глазами, который вещает сейчас из-за границы. Она, у нее просто более живой ум. Просто девушка не понимает, с чем она играет. Это действительно, вот эта игра, она игра не фола. Потому что, чтобы получить повод для чего-то, вот сейчас на западе, вот я не знаю почему, у них где-то там что-то перепинило. У них сейчас любимая фишка кого-то отправить на тот свет, либо в коматозное состояние, чтобы потом что-то от кого-то требовать. Вот эта вот барышня, больно шустрая, она может в лучшем случае оказаться в коматозном состоянии, а в худшем случае на том свете. Это будет опять-таки, знаете, как баранов приносит в жертву революции. Вот таких баранов на Украине было дофига и больше. И в Белоруссии, в принципе, вы посмотрите на вот этих вот дебилов, которые сейчас сидят в Минске и рассказывают о том, что будет море крови. Они же мечтая, они бредят, вот эти вот великие оппозиционеры, они же бредят тысячами убитых. Потому что без тысяч убитых захватить власть даже теоретически в Белоруссии невозможно. Отсюда вот этот бред непрерывно, да, сочащийся. Вот сейчас, вот начнется инаугурация, и страшный кровавый тиран прямо во время анаугурации убьет тысячи славных... Вы дебилы! Вы можете объяснить, зачем страшному тирану во время инаугурации своей убивать тысячи невинных людей? Для чего смысл? Вот кто мне это объяснит? Это не... Зачем надо было кровавому тирану, в кавычках, на Украине расстреливать, допустим, ту же небесную сотню? Для чего? Когда, в принципе, переворот выдыхался, тем более расстреливали ее спину. Или, допустим, разгонять они же детей, 40-50-летних, на Майдане, когда, в принципе, договоренность уже была о том, что Майдан сворачивают. Уже на следующий день Майдана бы там не было. Зачем надо было разгонять этих они же детей? Смысл. Поэтому еще раз повторю, вот эта вот так называемая оппозиция, она просто мечтает о реках крови и горах трупов. Потому что только благодаря этому они смогут докарабкаться за власть. Других вариантов у них нет. А вот эти вот дурачки, которые им бегают, да, вот они могут просто в любом, и каждый из них, в любой момент, он может просто, его могут как барана принести в жертву. Либо вот, как вот эту дурочку, которая сожрала свой паспорт, либо какой-нибудь мальчик или девочку из студентов с чистыми, светлыми лицами. А это еще лучше, чтобы потом устроить еще какое-нибудь фрик-шоу вокруг похорон и всего остального. Это они очень любят делать. Сначала людей поубивать, а потом ходить цветочками, носить гробики и стянать коллективно. Так, Андрей, но тем не менее, во-первых, я в чату хочу сказать, друзья, нас смотрит 5000 лишних человек, а лайков всего 390. Гостью из будущего-то можно поставить хотя бы 1000, чтобы было. Я хочу у вас, Андрей, вот о чем спросить. Как вы считаете, ну вот, поведение Лукашенко, то, что по отношению к координационному этому совету Колесниковой, то, что он их убирает, ну, вы считаете, что это правильно. А с людьми он почему не говорит? И, может быть, если бы он поговорил не со своим ядром, как он приезжает там на предприятие, да, допустим, а на улицу вышел, как у нас Путин выходит на улицу, разговаривает. Может быть, появились бы там, знаете, не БЧВ флаги, а российские флаги. Потому что мы не видим людей, которые бы были лояльны России. Ну, как бы мы их не видим. Ну, давайте начнем с того, что все, что Лукашенко говорит, независимо от того, кто перед ним стоит во время оговорения. Он говорит для всех. И для ядра своего, и для своих противников. То есть, благодаря СМИ его слышат все. Он обращается в большей степени, даже если перед ними его сторонники, к своим противникам. И, на мой взгляд, он достаточно много чего говорит. Тут уже как бы надо смотреть, что надо, что не надо, но это уже как бы ему виднее, это его дело. Что касается того, чтобы выйти к толпе, а смысл? Вы же поймите, что вот эта массовка, которая, она же невменяемая. Она же, в принципе, невменяемая. Но там же, Андрей, но там же есть и вменяемые. Вот сейчас в чате пишут. Я не хожу на митинги, я не хожу с флагами, но я против Лукашенко. Таких же там тоже очень много. Что открывать-то? Правильно, таких же много. Но когда люди собраны в толпу, их убедить в чем-то невозможно. Здесь уже идет ход психология. Человек, у него работают мозги, если они у него есть. Когда он один, когда он с кем-то что-то обсуждает, не орет, не пытается там кого-то напугать, перекричать или еще и так далее. Когда он мыслит, в толпе человек мыслить, в принципе, не может. Эрдоган, почему обратился по телефону, по видеосвязи, и за ним вышли люди? Помните, когда его сносили? Не помню. Почему Лукашенко не может так сделать? Это надо было делать в самом начале еще, о чем я, собственно говоря, и говорил. Выводить своих сторонников на улицу. Поймите, один из принципов цветной революции – это создание иллюзии того, что вся страна против президента, вся страна против власти. Ведь СМИ показывают только протесты, СМИ показывают только противников и революционеров, да? Они же ничего другого не показывают. Создается иллюзия, как на Украине, что все против власти. На самом деле это не так. Еще раз повторяю, это театр. Это театр. Основная масса сидит людей, она сидит в зале, она наблюдает. На сцене вот ходят вот эти вот толпы с этими тряпками белокрасными, да? Что-то говорит президент, но это все шоу. Это шоу. Пока не дошло до стрельбы, пока не дошло для взаимного убийства, это все шоу. Поэтому в этом шоу, в принципе, главное то, чтобы впечатлить. Вы не сможете переубедить людей. Вот я разговариваю. Я не Лукашенко, да? В принципе, мне-то люди пишут или обращаются ко мне, у которых я вызываю определенное уважение. И я не могу их, потому что они эмоционируют. А я нахожусь в плоскости рассуждения, плоскости ума, логики. И это не соприкасается. Их эмоционирование с логикой, оно не соприкасается никак. Оно перпендикулярно. Я же уже апеллирую к тому, что у меня опыт, кроме того, что я что-то могу там видеть и понимать. У меня еще опыт, которого у вас, дорогие белорусы, нету. Я уже даже к этому апеллирую. И все равно люди не включаются. Потому что они поглощены этим спектаклем. Они в эмоциях, они видят образы. Понимаете, в чем проблема? А что Лукашенко может им дать в плане образов, в плане эмоций? Ничего. Смысл его. Вы понимаете, там другого калибра личность должна быть. Совершенно другого калибра. Но он уже не тот. Это немножко из другой пьесы. Не торт, да. Но на самом деле, мое абсолютно твердое убеждение, что все, что сейчас происходит в Беларуси, и вот эти БЧБ-флаги, это порождение именно Лукашенко рук. Творение рук Лукашенко. Вера, я думаю, вы смотрели мое видео, да? Конечно. Когда я, наверное, это самое длительное вообще видео, которое я снимал, там почти час, я детально разбирал все, что делал Лукашенко за последнее время. И я, в принципе, в конце пришел к выводу, что, в принципе, если вот это вот то, что он делает, ту политику, которую он в последние годы проводил, если он ее дальше будет проводить, он уничтожит страну. И то, что сейчас происходит, я тоже, в принципе, прогнозировал, что он сам создал эту ситуацию. Кто впустил в Белоруссию НТО-шные структуры западные? Кто? Кто взлелеял белорусских националистов, этих Магаров там и всех остальных? Вы можете мне рассказать все, что угодно, но с учетом того, какой режим политический выставлен в Белоруссии, там ничего не может быть без ведома президента. Вся вертикаль, да, вся пирамида власти заточена под одного, под Лукашенко, Александра Григорьевича. Почему он вчера на пресс-конференции сидел такой грустный? А потому что до деда наконец дошло, что если вот сейчас его убирают, рушится сначала структура власти вся, а следом за ней в попасть летит вся страна со свистом. Потому что все заточено на его фигуру. Но он это и сказал, собственно. Правильно. А я это сказал в мае. Потому что вы из будущего. Поэтому. Понимаете, тут уже некоторые тогда, опять-таки, да, вот некоторые тогда считали, что вот я не люблю белорусов, я не люблю Белоруссию, я не люблю Лукашенко. То есть люди не понимают, что в принципе я в мае пытался их предупредить о том, что их ожидает. И их, и Лукашенко, и тех людей, которые рядом с Лукашенко, и других людей, я не буду говорить. То есть я вам могу сказать, что мои видеоматериалы сходят не только простые граждане, скажем так. То есть я в принципе, кого мог, я в принципе в мае я попытался предупредить. Сейчас вот последний, да, вот это по Белоруссии был крайний мой материал по технологиям революции. Я ведь тоже, я же не просто так это сделал. Потому что, ну, иногда тебе кажется, что все понятно и ясно, а потом, когда начинаешь общаться с людьми, ты понимаешь, что они просто мудубы. Даже простых вещей они до сих пор не понимают. Хотя, в принципе, уже такой ряд был в событиях, которые понять уже, по-моему, нужно. Поэтому мне пришлось, вот, мне пришлось четко, коротко обрисовать, что такое цветная революция с технологической точки зрения. Чтобы не было никаких иллюзий, не оставалось ни у кого. Как вы думаете, вот в этом интервью вчерашнему Лукашенко прозвучало, я немного пересидел. Что это означает на ваш взгляд? Он вообще вкусный вчера был. Я так думал, у меня все-таки есть надежда, что все-таки некоторые вещи он понял. Потому что, ну, естественно, наблюдать за представителями белорусской власти, по-моему, они не поняли. И вот и те, которые на телевидении сейчас появляются, и те, которые в России там по долгу службы находятся, да, которых я могу наблюдать со стороны. У меня такое ощущение, что они не поняли, что происходит. Но у меня есть надежда, что это понял, им, в принципе, не положено, им это и не надо. За них все равно решает все Лукашенко. То есть у меня есть надежда, что Лукашенко это понял. Что он не вечен. Это, кстати говоря, то, о чем я говорил в майском материале. Он не вечен. И когда его не станет так или иначе, в той или иной форме, да, то страна будет обречена. Там просто все рухнет. То есть ему необходимо... А тут в чем проблема? Вы понимаете, если, допустим, попытаться выстроить в Белоруссии нечто подобное, как на Украине, там какую-то вот это вот, да, то здесь сложно не согласиться с Жириновским, который говорит, что придут просто американцы с немцами и просто всех тупо купят. Просто перекупят тупо. А с учетом того, что Белоруссия страна, скажем так, ну, небогатая, то их особо-то дорого и покупать не надо будет. По дешевке скупят всех, с копом. А потом начнется вот тра-ля-ля, которое вот началось, что это сейчас длится, мы видим, на Украине. Поэтому единственный вариант спасения Белоруссии, это трансфер политической власти белорусской в сторону постепенной интеграции с Россией. Причем такой интеграции, после которой в случае чего дьявно придется иметь не с Минском врагам, да, внешне, а с Москву. Ну вот я как раз, мы как бы подходим уже к концу, и мне интересно теперь вот с точки зрения России, чтобы вы проанализировали, Песков заявил про темы, которые ждут Лукашенко для обсуждения с Путиным. Смотрите, мне вообще это очень понравилось. Во-первых, там четыре пункта было перечислено, и из четырех три пункта связаны с экономикой. Вопрос белорусских долгов, вопроса дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, и вопрос будущего нашей интеграции. Ну это тоже все в рамках экономических процессов. Мне кажется, что Мишустин там был не случайно первым. И второй момент, на мой взгляд, Путин понял, ну он давно уже, наверное, понял, что, а Лукашенко подвел сейчас к тому, он же много раз говорил, что братских отношений нету, мы становимся партнерами. Вот вам, пожалуйста, партнерами стали. Вам не кажется, что это произошло? Ну, опять-таки, это будет не скромно, но, в принципе, то, что вот вы сейчас говорите, это то, о чем я говорил в бумажном материале. Все упирается в... Вот смотрите, в чем проблема? Проблема в том, что вся жизнедеятельность в Белоруссии, так или иначе, да, она связана с экономикой и финансами. Экономика и финансы абсолютно полностью, там, на 99% зависит от России. Вот любое, любое, да, там, движение политическое, влево-вправо, прыжок на месте, вот и вся эта конструкция летит к чертовой матери. И, опять-таки, то, о чем я говорил, Лукашенко думал, что у него есть, как бы, свобода выбора. И Помпео. Что есть, вот, как бы, вариант интеграции на Запад, да, есть вариант интеграции в Россию, есть вариант самостоятельного независимого существования. Но это была иллюзия. Я думаю, что вот на волне вот этих вот событий последних, да, он понял, что это иллюзия. Что вот этого вот третьего пути у него и у страны нет. В принципе, нет. Либо в Россию, либо в качестве колонии, там, Американо-Польской, на Запад, все. Вот по украинскому варианту. Ничего другого, в принципе, нет. И он понял, что если вот завтра его не станет, по той или иной причине, то стране, как капец, просто, просто будет капец. Существом той власти, которую мы выстрелили. То есть единственный вариант спасения Беларуси это вхождение в состав России в той или иной форме. То есть о формах я уж не знаю. Наверное, сейчас варианты этой формы обсуждаются. На мой взгляд, с учетом всего происходящего вообще в последние годы, но, на мой взгляд, России уже надо до мной перестать обращать внимание на мнение Запада по целому ряду вопросов. На мой взгляд, что вот этот мертвый союз Украины и Беларуси, он должен, ой, Россия и Беларуси, он должен стать реальным. Его надо реально наполнить. Ну, так его Лукашенко по-прежнему же не хочет этого. Ну, посмотрим. Я же говорю, что вот он же почти 30 лет сидел самодостаточный на шее у России. Ну, давайте откровенно говорить. Я понимаю, я не говорю о том, что беларусы не работают. Никто против этого ничего не говорит. Беларусы молодцы, они работящие. У них порядок. Но, опять-таки, повторюсь. Без взаимодействия с Россией вся их работящесть, она уйдет на польские плантации. Других вариантов не будет. Украина, вот вас под боком. И посмотрите, допустим, те же прибалты, кстати говоря, о чем мечтает белорусская элита правящая. Это уже такое, знаете, конфиденциальное, чисто мои личные контакты. Они считают, что раз прибалтов взяли, значит, и их возьмут. И будут они жить точно как прибалты. Но только они не всматриваются в то, как живут прибалты. А у прибалтов давно уже все попилено на металлолом. И они живут на дотациях. И прибалты – это не белорусы. Белорусы, украинцы, молдаване – они никогда не попадут в Евросоюз. Они никогда не будут членами Евросоюза, эти три страны. В принципе, никогда. Поэтому единственное спасение Беларуси – это вхождение в состав России. Других вариантов нет. Иначе просто ее порвут. Как сказал Лукашенко – порвут. Просто порвут. Что Лукашенко не вечен. Ну, знаете, вот я когда… Я сегодня очень внимательно смотрела это интервью. Я там даже записывала. Но это не для того, чтобы там сегодня с вами обсуждать на будущее. У меня сложилось впечатление, что он как раз-таки вообще ничего не понял. Потому что он все равно одно и то же долдонит и про 33 этих наших задержанных. Какой-то бред несет вообще полнейший. Никого он не поменял. Он там людей перестановку, рокировку сделал. Он не извинился, ничего не изменилось. И поэтому… Посмотрим, Вера, посмотрим. Ну что, мы же не знаем всех этих подковерных вещей. Да, конечно. Хотя, в принципе, я не удивлюсь, если в один прекрасный момент всплывет обновленный Российско-Белорусский союз, которым еще окажется, ну, к примеру, ДНР и ЛНР. Вот здесь как раз в чате, знаете, что пишут, что сначала Донбасс примем, а потом Белоруссия. Ну, почему не сразу? Не одновременно. Что мешает? Поэтому здесь просто с учетом того, что сейчас происходило и происходит в Белоруссии, нужны какие-то кардинальные действия, которые бы раз и навсегда перечеркнули возможность повторения подобных вещей. Ну, Лукашенко же был уверен, что у него все под контролем. А я в мае говорил, дружок, у тебя ничего под контролем нет. Ты зря думаешь, что у тебя что-то под контролем. Вот, пожалуйста. Поэтому еще раз повторю. Только вступление в состав России в той или иной форме. Нету других вариантов. Особенно сейчас, когда, в принципе, Лукашенко уже, в общем-то, ну, он уже все. Ему надо уходить. А уходить ему надо только делать так, чтобы со стороны ничего не случилось. Плохого. Андрей, как вы считаете, со стороны Москвы это будет последовательная и долгая интеграция или быстрая и рискованная? Нету времени для долгих интеграций. Многие вещи надо делать быстро, четко. И так, чтобы противник не успел отреагировать. А противник у нас кто? Ну, вы сами знаете кто. В Беларуси я имею в виду. Нет, я имею в виду противника за границей. А, вы про это? Понятно. Я в то, что вот эти дурачки ходят стадом и блеют по улицам Минска. Это не противник. Это просто глупые люди. Обманутые глупые люди. Более того. Наши люди обманутые глупые. Наши обманутые глупые люди. Точно так же, как и на Украине. Большая часть этих людей, она же была технологически просто втянута в эту мясорубку. Ненависти и крови. Кровавания. Это случайные люди, по большому счету. Просто раскрутили маховик вот этой мясорубки и затянули их туда. Реально там врагов, ну, их можно, в принципе, вопрос с ними можно решить в течение недели. Вот реально врагов. А все остальные это случаются. Заключительный вопрос. Мне тоже очень интересна ваша реакция по поводу этой прослушки. Лукашенко же ему задали вопрос. И он ответил о разговоре Майка и Ника. Да, мы перехватили этот разговор. Как бы вы там не хихикали над этим. Если хотите послушать реальную запись к Бортникову. Это собственность ФСБ. Мы все восстановили до миллиметра. Все передали. Вы не шутите с этим. У нас куча такой информации. Вот здесь, наверное, я не знаю, кто-то напрягся, может быть. Вы скоро убедитесь, что это были цветочки. Нам скоро ягодки покинут. Вы скоро убедитесь в этом. Это о чем вообще? Наверное. На самом деле, технически это не проблема перехватить разговоры. То есть, та аппаратура, которая осталась, допустим, в Беларуси или на той же Украине, она позволяет слушать телефонные разговоры вплоть до, не знаю, до Ленинградской области. То есть, из Киева могу слушать Ленинград. Вот что Ленинград. Петербург. Поэтому технически это не проблема белорусскому КГБ послушать чьи-то телефонные разговоры. Это совсем не проблема. Другое дело, что это в большей степени мне напоминает историю с вот этими агентами групп. Петров и Васечкин. Да, да, совершенно Петрова и Васечкина. То есть, вообще, здесь, вот видите, а вот это так, что складывается в последнее время, интересно, что возникает, причем не только у меня, возникает ощущение, что мир сошел с ума. А при власти просто, ну, какие-то либо имбецилы, либо олигофрены. Причем не только там, допустим, где-то там на Украине, к примеру, но и прежде всего на Западе. То, что они, как бы, то, что они делают, опять-таки, с очередным этим отравлением Навального, да, ну, это же получается, как ответная реакция пошла. Я не знаю, были ли там разговоры или не были. А с другой стороны, а какая разница? Был этот разговор? Смогли его зафиксировать спецслужбы белорусские? Или не было его? Какая разница? Нам для того, чтобы понимать суть происходящего, в принципе, не обязательно надо послушивать чьи-то телефонные разговоры. Естественно. Ну, для чего? Зачем? Да уже давно, допустим, большая часть развед информации, она не имеет оперативного характера, она аналитическая. Она берется из открытых источников. Для этого не надо держать агентуру, надо строить какие-то сложные системы подслушивания и подглядывания и всего остального. Это абсолютно излишние вещи. Это настройка, это какие-то там такие, знаете, инструменты, которыми можно там корректировать и какие-то нюансы. Но в целом они по большому счету даже и не нужны. Все лежит на поверхности. Тут проблема в том, что должны быть мозги, которые способны это увидеть. А в данном случае что мы видим опять с этим отравленным. Мы видим повторение истории, причем на более дебильном уровне. Если британцы по крайней мере устроили там целый спектакль, опять-таки, да, устроили спектакль, одевали скафандры, там что-то там они все промывали, чистили, кого-то там в госпиталь клали, там еще что-то там, дом не хотели разобрать, кота бедного убили, несчастного и так далее. То здесь вообще даже этим не обременяют себя. То есть по их мнению, да, было использовано боевое отравляющее вещество. При этом уже там в скафандрах никого не было. То есть как бы, ну, весь этот театральный антураж вообще ушел. Ушел куда-то и его даже не, это уже даже не показывали. А просто сказали, вот, понимаете, взяли и отравили боевое. Причем, ну, человек, который даже, тут не надо быть специалистом. Надо просто знать, как действуют боевые отравляющие вещества такого типа, как новичок. И ты понимаешь прекрасно, что невозможно такими вещами убить одного человека. Более того, оказывается, его еще и невозможно убить. Понимаете? То есть там, где практически стопроцентная гарантия уничтожения, а здесь выясняется, что человек мог проваляться неделями там непонятно где, будучи отравленный, да, вот таким вот веществом. И при этом он себя прекрасно чувствует. Уже из кона вышел, скоро будет всем ручкой махать. Но это же бред, полнейший бред. Да? Просто с другой стороны есть масса разнообразных средств убить человека. Причем сделать так, что всем покажется, что человек умер естественным путем. То есть есть специальные препараты, есть специальные средства. В крайнем случае в подъезде проломить голову монтировкой. И все. Для чего вот этого все выстраивается? А потому что британцы привязали вот этот вот новичок якобы к России, у которого он только и есть. Ну да, это. Вот только из-за этого. Только из-за этого они сейчас тулят опять вот этот вот новичок. Ну правильно, если бы, допустим, ему кто-то вот он зашел в аэропорту в туалете, а ему кто-нибудь там, не знаю, притопил в унитазе, в кабинке. Ну и кто докажет, что это кровавый тиран? А вдруг это хулиганы человека просто пытались деньги это брать. Да? А здесь новичок, все, и побежали. Андрей, вернемся к Беларуси. Я просто в конце хочу сказать, сегодня вышло исследование в ЦИО, и они дали данные, как россияне относятся к идее присоединения Беларуси к России. И получилось, что против объединения из-за просто хорошей добрососедской отношения 43%. такие же 43% вообще не в курсе существования союзного государства России и Беларуси. 22% считают правильным вариант равноправного слияния двух стран, а 17% высказывается за вхождение Беларуси в состав России. Вот, и я хочу, мне кажется, что вот то, что такой достаточно большой процент, почти половина опрошенных сказали, что против, а за добрососедские отношения, ну, за партнерские, я так понимаю. Это тоже сделал Лукашенко, потому что вот те, кто пишут комментарии у вас, у меня, они же говорят словами Лукашенко, у вас олигархи, мы не хотим идти воевать в Сирию, рвань-пьянь, а мы-то у нас чисто, а у вас грязь. Вам не кажется, что это с этим связано? Совершенно верно, это лукашенковская пропаганда. Абсолютно верно. Плюс усиленная пропаганда российских левых дебилов, которые на всех углах до этого орали о том, что в Беларуси социализм, что в Беларуси там великая экономика и так далее и тому подобное. Ну, еще... Вот такая истина. Плюс, вы понимаете, здесь есть определенная как бы настороженность после Украины. Понятное дело, что подобные интеграционные вещи и после Украины, и более конкретно после Крыма. Потому что, ну, люди видят, в принципе, российские граждане видят, что придется... Крым пришлось отдавать достаточно много, чтобы вот выровнять, да, оно до сих пор не выровняно. Подтянуть уровень, да. Подтянуть полуостров к уровню общероссийскому, ему пришлось складывать. Это значит, надо отрывать деньги от населения. Но с Беларуси здесь немножко другая ситуация. Все-таки это не сожженная украинская территория разграбленных. По сути, это Беларусь какая была... такая и осталась. То есть там дороги, заводы. То есть там вопрос... Там проблема немножко другого плана. То есть если будут потери финансовые, то они будут минимальными. Не такими, как было, допустим, там с Крымом и так далее. Это вот тут тоже есть момент. Но еще, когда помните Лукашенко... Его отношения, помните, к России, к Путину, когда к Бабичу, когда он не наша война сказал, я же это все перебрал в майском. Ну вот оттуда, может быть, это тоже идет. Это все прекрасно, как бы, знаю, помню. Но для нас всех, и россиян, и белорусов, нету альтернативы. Потому что в любом случае для России гораздо целесообразнее, чтобы у нее под боком была нормальная и ее территория, контролируемая ею, на которой было бы все нормальное и благополучно, чем был оторванный кусок и вращенный в какую-то клоаку, как вот с Украины стоят дела. Поэтому, ну, безусловно, еще надо учитывать инертность массового сознания, потому что людям надо объяснять, людям надо рассказывать, показывать. Вот так это все, это все произошло, что-то спонтанно все выстрелило, буквально вот в течение сколько там считанных недель мы сейчас находимся в этом состоянии. А если бы нормально шли интеграционные процессы, которые тормозил Лукашенко, то в принципе мы бы уже давно перешли тот рубеж, после которого Белоруссии бы какая-то угроза угрожала. Да. Польши, США и так далее. Совершенно верно. Мы сейчас в принципе должны наверстать упущенное время. И быстро, как вы сказали. И быстро. Хорошо, Андрей, спасибо вам огромное, как всегда, замечательный разговор и глубокий ваш анализ всем интересен. Друзья, ставьте лайки гостю из будущего. Андрей, я прощаюсь с вами, всего хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, поговорили с Андреем Ваджей. Вы знаете наверняка, что это публицист, писатель и главный редактор портала Альтернатива. Завтра встречаемся с Дмитрием Джангировым в 8 часов вечера. Также приходите, не пропускайте. Лайки поставьте, не забывайте, 9 тысяч смотрят, а лайков тысячи нет. Вы что, с ума сошли? На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего и до завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова